Зима. Глубоко под снегом и землей спит семья барсука. Каждый член семейства дремлет в отдельной гнездовой камере. Барсук – единственный представитель семейства куньих, впадающий на зиму в спячку. Этот зверь длиной до 90 сантиметров к осеннему сезону скапливает припасы подкожного жира, отчего его вес значительно увеличивается до 20-30 килограмм. Для этого ему необходимо съесть немаленький объем пищи – мышевидных грызунов, птиц, земноводных, присмыкающихся, насекомых и их личинок, осиных гнезд, плодов, ягод, клубней и корневищ растений. К периоду залегания нора уже вычищена, гнездовая камера заполнена свежей подстилкой, входные отверстия закрываются грунтом и листьями. Уклад семи барсука может существовать как самостоятельно, так и соседствовать с другими. Некоторые зверьки предпочитают отдельное жилище и спят в собственной норе. Спячка длится с ноября по март. В случае мягкой зимы животные остаются активными в течение всего года. Наш герой предпочитает опушки, перелески, лесные овраги, чаще всего отмечаются в смешанных лиственных лесах, чередующихся с полями и лугами. Норы барсука – это сложные лабиринты с несколькими выходами, обычно строят на склоне залесенных оврагов с песчаной почвой, могут использовать естественные пустоты. Барсук очень привязан к местности, на которой живет, и даже может передавать свое жилище из поколения в поколение. По весне с началом интенсивного снега таяния, когда температура перешагивает нулевую отметку, семья барсуков просыпается. Работы у нашего зверька не в проворот. Надо подкормиться, поправить жилище, да и подстилку не мешало бы сменить. Барсуки чистоплотные и следят за порядком своих норах. Подстилка меняется регулярно осенью и весной. Своё второе название – земляной медведь. Он получил за крепкие, короткие, косолапые ноги вроде медвежьих. Отпечатки его ног схожи со следами медвежонка. Тело барсука предрасположено к рытью, его пальцы имеют тупые и длинные когти. Шея очень короткая и за счет массивного тела он, опираясь на коротенькие ножки, с легкостью проталкивает тело в землю. Старое барсучье городище является сложным многоярусным подземным сооружением с множеством отверстий для входа и вентиляции. В нем есть длинные туннели, которые ведут в 2-3 большие, гнездовые камеры. Последние располагают под защитой водоупорных слоёв на глубине около 5 метров, чтобы в них не просачивались дождевые и грунтовые воды. Выстилают сухой подстилкой. В одном таком городке можно встретить 2-3 семейства, которые живут достаточно дружно. Пары барсуков образовались еще осенью, а некоторые вместе уже не первый год и ждут пополнения в семействе. Сроки размножения достаточно различаются, в результате чего меняется и длительность беременности. В среднем она длится около года. После продолжительной беременности появляются от 2 до 6 детенышей, которые 5 недель остаются незрячими и зависят от отца с матерью. Молоком малыши питаются в течение 4 месяцев, но с 3 приступают и к самостоятельному питанию. Родители подготавливают детские норы еще до появления детенышей. Самка рожает их уже там. Когда детеныши вырастают и больше не имеют необходимости в гнездовой норе, ее замещают свежей, убирая в ветхую травяную подстилку. Очень тщательно следит барсук не только за порядком в доме, но и за своей внешностью. Мать заботливая, но строгая. Прививая деткам хорошие манеры, она крепко треплет барсучат зубами за уши. Малыши чуть ли не с пеленок вылизываются, причесываются коготками. Но время для игр у них остается. Малыши чуть ли не с пеленок. Барсуки не агрессивны в отношении хищников и людей. Обычно они склонны прятаться в норах. Однако бесстрашие, с которым барсук защищает свое семейство и собственную жизнь, издавна внушали уважение к этому зверю. В то же время он очень терпелив. Иногда в доме этого трудяги поселяются непрошенные гости, янотовидные собаки и лисы. Но барсук не уходит. Ему жалко расставаться с домом, куда вложено столько трудов. Дни сменяются неделями, недели месяцами, а жизнь барсука все так же наполнена заботами и трудом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok